так тренер у вас такой не накрашенный привет мои хорошие привет у нас в москве дождь поэтому я такая вся кудрявая пушистая не накрашенная ну и зато это честно вот многие мы такие мне кажется самое прекрасное что может дать любой блогер интернет пространству это честность и честность во внешности в настроении вот рассказать что у меня выросли вот такие маленькие смешные кудряхи это самое честное поэтому предвосхищая все сообщения фу надо накраситься прямой эфир в общем вот такая я к пришла о чем буду сегодня рассказывать вы знаете я на три дня выключила сейчас телефон просто чтобы немножечко отдохнуть ну только вот заниматься например только марафон сами попросила куратора помогать мне до куратора марафона вам отвечать на сообщение в директе а сама немножечко отдыхала и смотрела в своей голове разные идеи перебирала о том как я в принципе вижу эту страницу в какую сторону я хочу развиваться и снова пришла к той же самой в принципе идеи к тем же самым которые так у меня есть которые я и так делаю сегодня буду делиться этим и еще буду делиться лайфхаками про то как работают ошибки в нашей голове и вообще почему я так много здесь казалось бы до страницы про английский почему же я не вещаю тут про present continuous герунди и не объясняя в тысячный раз артикли именно поэтому именно потому что интернет перенасыщен книжный магазин перенасыщен все короче все инфопространство перенасыщена информацией о том что что учить то есть вам уже тысячный раз объяснили глаголы вам тысячный раз объяснили времена вам тысячный раз объяснили просто вам даже уже список классных фильмов дали тысячу раз ну вот сделали подборки песен тысячу раз подборки я не знаю у каких-то классных штук еще тысячу раз сделали и с этим все понятно чего не сделали да и чем мы здесь с вами занимаемся и но у меня очень амбициозные планы признаюсь честно амбициозные планы изменить эту систему и я не могу сказать я так немножечко каюсь да не могу сказать что я вот на данный момент вложила какое-то большое количество в это сил но я собственно беру эту паузу вот эти там пару дней до для настройки для того чтобы понять что тот путь который выбрала я в своем блогерстве да он настолько не типичный что возможно его поймут не сразу а возможно ведь у нас уже столько последователей а возможно же он и будет заходить очень многим потому что многие ждут от меня того что я буду здесь рассказывать правила и дублировать информацию из интернета миллионные в миллионный раз говоря вот 100 полезных фраз вот 30 новых слов вот сейчас я расскажу вам про фразеологические глаголы вот список самых популярных прилагательных я не знаю вы знаете у меня ну это настолько дебильно вот извините прошу прощения кто этого с этим восхищается но честно признаюсь для меня это настолько идиотизм что мне не хочется создавать еще одну страницу на миллион подписчиков где люди опять будут смотреть то что в интернете и так написано вот честное слово достаточно вы знаете вот и появляется у нас новость достаточно того что ее и так все продублируют английский это как будто бы ключ знаете вы как и лицетворение кто подписан на мою личную страницу диана алмазик да диана нижнее подчеркивание алмазик всегда всем добро пожаловать а вот кто подписан на мою личную страницу знает что я вообще про ну вот не то чтобы против я не против чего-то я за то чтобы чтобы жизнь становилась лучше, комфортнее, радостнее, счастливее, наполненнее. И английский – это лишь вот такая одна из дверей, которая помогает делать всю жизнь круче, интереснее, увлекательнее и так далее. И с большими возможностями, конечно, потому что это как ключик, ну, может быть, не дверь, но ключ к двери точно, к международному такому общению, к международному инфопространству. Так вот, и я еще раз прихожу к идее, что на этой странице, как и в любом моем марафоне, как и на любом курсе, я хочу вам рассказывать не что учить. Конечно, в третью и в четвертую очередь я об этом тоже говорю. Я хочу вам рассказать, как это учить, не дублировать тысячный раз тысячу слов, которые уже тысячу раз до меня напечатали в интернете. Я уважаю любой труд, и каждый блогер сам принимает решение, о чем рассказывать. И существует много классных блогеров, они в своей манере, со своим лицом, своим голосом, но говорят одно и то же. И я хочу заставить вас задуматься над тем, что сколько раз можно прослушать одну и ту же информацию, вот сколько тысяч, сколько сотен раз, сколько десятков раз вы слушали одно и то же, но почему-то вот во столько же раз ваш английский лучше сразу не становится. Вот мне хочется, чтобы вы это заметили, чтобы вас это немножечко раздражало, чтобы вы задавали себе вопрос, типа, какого черта вообще я миллион раз это слушаю? Классные они снимают видео? Классные. Классные подборки слов делают? Ну классные, молодцы. Я, наверное, наткнулась на блогера, который новую информацию и правила рэпует, типа, вот он такой весь хип-хоп исполнитель, это артикль, он очень классный, ты поставь его в конце предложения, перед существительными его не ставишь. Но вот в таком... Клево это, клево, талантливо, одаренно, харизматично, зашибись! Но у подписчиков английский лучше. Вот на столько же миллионов раз, во сколько там, или во столько же сотен тысяч раз, во сколько просмотров не становится. Меня это раздражает. Странно, что это меня раздражает. Ну, у меня с английским все окей, я им пользуюсь, пользуюсь уже там, сколько мне там, 32 года, я прекрасно им пользуюсь, и он мне открывает двери, о которых я даже не задумываюсь, потому что это часть моей жизни, вот да, как у тебя русский в жизни, так у меня английский, так у меня испанский, так у меня итальянский сейчас, так у меня французский, так у меня английский, так у меня греческий, так у меня русский. Вот так у меня все языки служат мне. Не я служу им, не я вкладываю в них деньги, бесконечно вкладываю время, мучаюсь, зубрю, там еще что-то делаю, они служат мне на то, чтобы мне было интересно смотреть фильмы, интересно смотреть песни и так далее. И меня интересует, почему блогер весь такой харизматичный и талантливый не задумывается, что ситуация в стране с английским лучше не становится, то есть вот он очень крутую идею придумал зарыповать правила, но почему тогда, когда он так круто все делает, в других группах не становится на 10, 20, 30 тысяч подписчиков меньше, Лучше потому, что они все выучили резко это правило, освоили этот английский, такие супер крутые, пошли сразу жить классной жизнью. И дорогие мои, все, кто сейчас учится в школе, кто сейчас, не знаю, в любом возрасте от 13 до 50, 60, 7, все каждый, кто это смотрит, это вам актуально. Вы знаете, инфопространство, соцсети, телевизор, передачи, YouTube, любое инфопространство сейчас нами управляет. Почему? Потому что это стало источником денег, потому что это источник заработка. Я тоже блогер, это тоже моя работа, у меня компания официально оформлена, я плачу налоги и так далее, но если завтра во всей России закончится английский язык, это моя задача, да, я хочу, чтобы все выучили, вот моя собака тоже согласна с этим. Просто у нас в подъезде живет кто-то кроме нас. Давай лапку. Вот. У меня собака тоже полиглот, понимает она команды на нескольких языках, естественно. Но на улице я редко с ней разговариваю на греческом, редко разговариваю с ней на английском. Почему? Потому что люди пугаются. Вот. В России... Не-не-не-не, не надо сейчас, не надо реагировать. В России еще пока что какие-то странные реакции. Ну, здесь все, кто разговаривает на английском, сразу... Это что? А греческий? А греческий-то вообще люди не знают, как звучит. Поэтому, когда на улице крикнула Охи, Охи, Ахапи, она сразу... Нет-нет-нет, это форсит. Это форсит. Давай иди ко мне сюда. А вторую лапку давай. А давай другую. Давай другую. Вот собака. Вот собака пришла. Не надо, не надо ворчать. Нет. Нет. Вот. Так вот, меня интересует именно вот эта сторона английского, когда, ну, вы задумаетесь над тем, когда вами перестанут управлять. И когда я говорю, что это заработок, это заработок. И любой блогер... Вы знаете, я была год или полтора года подписана на девушку. Она очень интересно пишет о моде, так вот с огоньком, хе-хе. И настаивала на целый год, что мой блог – это не повод для заработка. Здесь никогда не будет заработка. Ну, и, конечно же, это не так, потому что там у нее все разворачивается в итоге на заработок, да, на продажу чего-то еще. Так вот, я хочу, пусть мы продаем и покупаем, это нормально, но я хочу, чтобы вы покупали осознанно и английский в первую очередь. Потому что всем этим блогерам стало выгодно, всем репетиторам, всем курсам, блин, всем школам стало выгодно, чтобы выучить его годами. Ну, круто же, подпиши тебя на один уровень, который типа длится три месяца. А курсы знаю, дорогие мои, у курсов и у репетиторов есть в голове статистика. Когда ты начинаешь ходить на курсы и к репетитору, ты ходишь дисциплинированно, вот прям вторник, четверг, 19.00, ты ходишь только первый месяц. Потом ты начинаешь опаздывать, потом ты начинаешь и домашку не делать, потом ты начинаешь вообще забивать, а потом ты не приходишь. И чаще всего уровень не заканчивается. Ровно до следующего твоего обещания самому себе, все, вот на этот раз английский я выучу. Это, например, в Новый год, да, мы обещаем похудеть и выучить английский. В начале января мы еще все такие зажженные, да, там типа учебник себе какой-то покупаем, на курсы записываемся, а потом все. Им это выгодно. Они тебя подписали и как бы не в них дело, они тебе занятия обеспечили. Они учебник тебе, рабочую тетрадочку выдали, все прекрасно, да, все чудесненько и замечательно. А то, что ты не ходишь и ты не учишь, они заставляют тебя думать, что это в тебе дело. Но с тобой все в порядке, тебя лечить не надо. И я вижу вот эту свою задачу на этой странице показывать тебе, что с тобой все окей. И английский это не о том, что ты учишь, не о словах и о временах, а о том, как ты это берешь, как ты это запоминаешь. И тогда оно запоминается само. Потому что это, знаешь, как дом строит. Вот ты когда на курс приходишь, они тебе фундамент, вот фундамент прогнивший, потому что откуда фундамент идет? Фундамент идет из школьного образования. В школе тебя научили страдать, в школе тебя научили быть неуверенным в себе, в школе тебя научили... Ой, тут столько всего... С комментарием я там установилась, я думала, никто ничего не пишет, а тут столько всего, оказывается, пишут. Так вот, столько всего заставили тебя плохого думать о себе, что ты с этим же, таким, знаешь, роль ученика-неудачника ты приходишь на курсы. Вот тебе 25 лет, вот тебе 35 лет, вот тебе 40 лет, 28, 17, 22, сколько угодно лет, ты все равно на каждые курсы, это, кстати, не только английского касается, пойди на уроки танцев, пойди на уроки рисования, пойди на уроки пения, на любые курсы запишись. То есть ты будешь чувствовать себя учеником, который, если на 5 минуточек опоздает или домашку не сделает, вот так, как мышонок заходит в кабинет, простите, Паш, это здесь курсы рисования. Откуда это тянется? Школа приучила тебя, звонок для учителя, ты дома голову не забыла, тетрадку ты дома забыла, да, и так далее. Поэтому ты, когда приходишь на курсы английского и забиваешь на них, и домашку не делаешь, это такая изначально, ну, не очень успешная идея. Почему? Потому что фундамент дома, который ты хочешь построить, и курсы начинают строить тебе очень красивый дом, а он обваливается. Почему? Потому что фундамент подгнивший, и мы здесь с тобой занимаемся тем, что мы фундамент заново классно заливаем крутым, самым качественным бетоном, самой надежной арматурой. И что там еще есть, потому что я еще не один дом, ну, вот в реале я мечтаю построить, конечно же, свой дом, чтобы у меня был именно дом, а не квартира. И там у меня будут собаки бегать, дети бегать, и все будет замечательно. Вот, ну, я не знаю строительных подробностей, но, короче, фундамент, вот когда он крутой, и дом будет стоять. Но когда у тебя обваливается один дом, третий, пятый, ну, шестой, двадцатый и так далее, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так, типа, все меня учат, 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 а я как бы, ну, а я что-то меня никак, а я никак не выучу. И ты приходишь домой после очередного занятия, которое, ну, как по твоим ощущениям у тебя не получилось, я просто тут еще немножечко, ну, прокручиваю расписание, ой, комментарии, вот. И ты как бы приходишь и думаешь, со мной что-то не так, я тупица, я ленивая. Я, вы знаете, в марафоне спрашиваю, у меня есть урок, когда я спрашиваю, сегодня мы давай с тобой решим, почему у тебя, как ты думаешь, почему у тебя не получилось выучить английский. Я специально прошу моих участников, моих подопечных выгрузить эти причины. И что там? Я ленивая, я не запоминаю слова, пишут мне, да, участницы, например, ну, или участники. Я тупица, пишут люди про себя. Я, значит, ну, в основном я ленивая. Вот я ленивый, я ленивая. Я не умею запоминать слова, я не понимаю времена, я не понимаю артикли. И люди реально весь вот этот вот гнев направили против себя, типа, я тупой, я тупой, потому что они меня все учат, с детства меня учат, Мария Ивановна в школе, Анна Николаевна, потом я пошел к носителю Джону на занятия и так далее. Они меня все учат, все учат, а я никак не могу не научиться. И вот мне пишут, просто нет практики. Это тоже вам засрали мозг этой фразы, нет практики. У вас практика вокруг. Смотрите фильмы, слушайте радио, читайте книги. У вас практика английского языка сейчас больше, чем практика русского языка. Я сейчас даже комментарии читать не буду, я так делаю, чтобы они меня не были прогружались. У вас практики куча. Ее полно. Бери да делай. Вам засрали мозг этими фразами. Без практики все забудется. Да, конечно. Конечно. Вы знаете, я 32 года, сколько, блин, я просто забываю, сколько мне, то ли 33, то ли 32. Я наблюдаю, как люди, русские люди, уехавшие в Америку, в Европу, еще куда-то, почему-то без практики русского языка русские-то не забывают. Как же так получилось? А почему вы долбите этот английский годами и без практики его через месяц, месяц забываете? Почему так получается? Вы вот об этом задумаетесь. Нет такого, что ты родился с русским языком, а все остальные языки, это как бы бонус, да, и они по каким-то другим правилам в твою голову попадут. Это все брехня, это ложь. Все языки ты не рождаешься ни с каким языком. Ты не рождаешься ни с каким менталитетом. Ты не рождаешься. Это то, чему ты учишься, что ты приобретаешь от пространства. И любой язык может попасть в твою голову в любой момент твоей жизни. В третьем ты классе или ты на пенсии. Возраст никакого отношения к этому не имеет. Чем еще засрали мозг? Засрали мозг идеи. Вот языки мне не даются. Вот прям поставь сердечко тот, кто хотя бы раз говорил, мне языки не даются. Мне интересно, дорогие мои, кто же вас так заставил о себе плохо думать? И если вам языки не даются, как же вы умудрились русский освоить? Почему вас это не смущает? Почему вас не смущает то, что с русским у вас при этом все в порядке? И разговариваете, и пишете, и читаете фильмы, смотрите песни, слушаете? А как доходит дело до английского? Вы такие, это во мне дело, мне просто языки не даются. Просто во мне дело. Потому что вас приучили искать причину всех неудач в себе. Но с вами все в порядке. Конкретно с английским вы просто заметите, что вы делаете это уже много лет, и просто, ну, вы реально задолбались делать это по миллионному разу. И за этот час я могла бы объяснить вам глагол get, могла бы объяснять present simple и артикли, но я больше вклад сделаю, придав вам уверенность в себе. Потому что это и есть фундамент. И когда вы те же самые темы у миллиона других очень классных блогеров посмотрите, но уже с другим отношением к себе, вы это запомните, что они вам там объясняют, и ключевое используете, начнете использовать. Потому что когда вы читаете классный пост у классного блогера, вы же это не идете использовать, вы лайк ему ставите. Типа, ууу, очень полезная фраза, полезная фраза, да-да-да. А еще он такой, типа, составь это предложение на русском и на английском, переведи, и вы такие, у вас все получается. Но вы не вспоминаете об этой тысяче слов, когда разговариваете. Ну, одно слово, например, смотрите фильм, и на одно слово больше вы в этом фильме узнали. Вы знаете, есть, ну, бонусы, есть цены. Вы как бы цены платите выше, чем бонусы, которые получаете. Типа, если 30 лет читать блогера, ну, можно, конечно, лучше понимать фильмы. Но это не значит, что это самый эффективный способ. После российской школы люди выходят и разговаривают на английском. Есть такие, есть такие. Ну, есть. Но это не значит, что это самый эффективный способ. Почему? Потому что я считаю, что если ты в школе, реально после школы заговорил свободно на английском, как ты это сделал? Ты полз на кровавом пузе. Ты страдал, но выучил. Потому что с российской системой, в российской методике, да, образования, это ты просто супермен. Если ты овладел английским только в российской школе, тебе надо дать какую-нибудь награду. Потому что это какие-то сумасшедшие усилия приложены. То же самое. Но у тебя нет ощущения, что ты огромные усилия прикладывал, когда русский учил. Ты вообще помнишь, как ты русский учил? Нет. Максимум, это твои родители могут рассказать, как ты слова весила. Мила коверкал слова. Ты говорил вместо цветочек фуфочек. И все умилялись. Это единственное воспоминание. Никто не помнит двойки, когда ты не разговаривал за русский. Да, никто не говорил тебе, ты был таким дебилом в детстве. Первые три года, что ты не разговаривал, ты просто был идиотом. Ты знаешь, вообще, вообще тебе русский не давался. Никто так не говорит. То есть ты не помнишь боль от изучения русского, спокойно его используешь. Но от английского ты помнишь только боль. Вот моя задача всем, всем своим делом, что мы делаем со всей моей командой на этой странице, мы показываем тебе, что английский это не боль. Это просто еще один язык, где можно расслабиться, где можно не париться, где не нужно тратить десятки тысяч рублей в месяц, времени куча. Время, напоминаю, дороже даже, чем твои деньги. Потому что время – это твое здоровье, время – это твое свободное время, которое могло бы потрачено быть на друзей, вложено бы в любимых, в семью. А у кого нет любимых, в семью – на поиск любимого человека, например. А мы зачем-то долбим этот английский. И делаем это 10, 20, 30 лет подряд. И когда на меня курсы и репетиторы обрушиваются лавиной, типа, «Вы говорите, что английский можно выучить за 15 минут в день?» Это фигня! Это не фигня! Что, я говорю, можно сделать за 10-15 минут в день? Кстати, я сейчас расскажу, почему я говорю 10-15 минут в день, а на деле ты больше делаешь. Вот смотри, твой день начинается. Я тебе говорю, например, вот просто, например, за 10 минут я тебе рассказываю, что сегодня твоя задача будет замечать английский вокруг тебя. Например, я говорю тебе, на разных упаковках, да, на подписи где-то, ну, на каких-то, вот у меня закладка в книгу, да, вот у меня еженедельник, у меня там закладочка. Вот, пожалуйста, даже на закладочке что-то написано на английском. И я тебе даю задание, начни, просто задание на сегодня везде на упаковках шампуни. Вот видите, у меня там висит прихватка на кухне для горячего. Даже на ней написано на английском. Английский везде, в календарях, на открытках, в соцсетях, ну, короче, везде. На зубной пасте, да, ну, везде. И задание твое заметить английский. Я тебе об этом рассказываю 10 минут, но и ты начинаешь жить свой обычный день. Но на этот раз замечая английский вокруг себя. По факту, как бы, английский встраивается в твой день не отдельно час. Час ты сидишь и учишь слова. Нет. А он просто встраивается в твой день. Радио ты фоном, например, включаешь. Задание с песней ты делаешь. И ты не замечаешь, как он, называется умным словом, интегрируется, да, одно в другое. И ты просто не замечаешь, но спокойно запоминаешь, используешь, понимаешь. Это так работает. Называется нативный метод. Я вам уже, я про него и рассказываю здесь, да. Как и русский язык, который тобой учился. Ты не сидел, когда был маленький, мама тебе такая, а теперь, сегодня вторник, а значит, мы сейчас с тобой учим русский. Нет. Тебя кормили кашей и говорили, а это ложечка, кашка, ням-ням-ням-ням. Да, это были русские слова. Сейчас у тебя нету английской бабушки, которая бы, пока ты ешь, тебя бы вот так вот нативно впихивало бы эти слова. Да, теперь ты вынужден делать это самостоятельно. Но для этого не обязательно репетиторы, для этого не обязательно курсы, для этого не обязательно сумасшедшие какие-то траты денег, времени, чего-то я говорила, да, энергии. Ты можешь сделать это вот такими простыми инструментами. И в чем отличается дать тебе список из десяти классных сериалов, по которым можно выучить английский, только ленивый блогер не сделал подборку фильмов, по которым нужно учить английский. Я тоже их делала. У меня есть на странице. Вот только ленивый. Но почему никого не смущало, что люди не стали резко, не выучили английский? Почему? Да потому что никто не объяснил, как смотреть. Никто не давал вот до моего марафона. Ну, вы знаете, я создатель самого популярного марафона в интернете по английскому языку. И он уже полтора года, уверен, это первое место держит. Самый популярный марафон по английскому языку, скорее всего, самый доступный, потому что он стоит 990 рублей, длится 33 дня. Я там еще в подарок 10 дней даю. А вот по 10-15 вот такие вот кайфовые уроки. И я тебе там, кроме самого инструмента, я не говорю тебе просто вот новые слова, вот фильмы, вот песни, вот радио, вот газеты, вот книги, вот кроссворды, вот арт-терапия. Вот я тебе говорю не вот делай, я тебе говорю, как это сделать так, чтобы оно запомнилось наконец-то и использовалось тобой. Вот это самое важное, вот это самое важное, а не лайки и просмотры. Я честно скажу, что вот в ближайший месяц, да, я буду просить вас, мои дорогие читатели, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители, всеми, кем мой материал востребован, активнее участвовать на странице. Лайки ставить, мнение писать, комменты писать, потому что я чувствую потребность популяризации своих идей. Не вывести в топ, чтобы быть первой в инстаграме, а чтобы ты английский, когда говорю ты, я имею в виду Россию. Вот у меня очень амбициозная цель, очень амбициозная цель. Я хочу, чтобы в России все выучили английский, перестав, прям отобрушить рынок курсов и репетиторов. Пусть они либо меняют подход, да, либо меняют методики, я не знаю, что они пусть делают, но пусть эта история с бесконечным, знаешь, как хомячок в колесике бегают ученики. Курсы, 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 снова, снова там 3000 за занятия у персонального репетитора, а у этих носителей, блин, которые просто с паспортами американскими и британскими, там, ну, по 5-7 тысяч занятия. Ну, как бы, я очень часто, когда сижу в кафе, рядом со мной сидят ребята, которые занимаются носителями, и, то есть, не должен человек, просто потому, что он не знает русский язык, не должен он, во-первых, называться тренером, потому что очень многие репетиторы-носители, они как бы не репетиторы, это просто люди, которые приехали со своими паспортами канадскими, австралийскими, британскими, американскими в Россию, там, единицы, кто с сертификатами. Ну, да ладно, что дарит сертификат? Не знание, как бы, да, а упорядоченную методику, то есть, если у тебя не было собственной методики, иди, получи сертификат, и она у тебя будет хотя бы их. У меня есть и сертификат, и собственная методика, мне вообще плевать на мои сертификаты, я их там наспорт получала, мне все равно, я их, ну, мне неинтересно, не они построили мою успешную методику, у меня оттуда просто ноль информации взято. Я выстраиваю собственную методику, кто не знает, привет, я сейчас обучаюсь в магистратуре по психологии, потому что я собираюсь свою методику патентовать. Сейчас она просто защищена сертификатом об авторских правах, но мне нужен патент, потому что в ней есть уникальность, и моя магистрская диссертация будет подтверждением этой уникальности, да, и, ну, как бы, там, определенное количество публикаций сделано и так далее. Вот, вот это называется, ну, как бы, чтобы вы понимали, зачем тренеру может быть нужно образование, если у него нет своей головы на плечах и своей выработанной методики, ему поможет Кембридж с его методикой, да, он даст вам учебник и скажет, вот тебе, там, не знаю, хэдвей, спикап, вот, я не знаю, что там еще, спикап, какие там учебники, иди, вот, Рэймонд Мерфи, да, вот, иди по ним преподавай. И они начинают вас пускать в это колесико хомячка, которые месяц за месяцем, месяц за месяцем из вас тянут эти деньги. Когда я говорила, что я часто в кафе наблюдаю, когда носители занимаются с ребятами английским, я также слышу, как ребята делают ошибки, а я их не поправляю. Да зачем? Он же пришел разговаривать. Просто репетиторы стали делать, что вам нужно, кажется. То есть вы приходите и говорите репетитору, что вам нужно. Дорогие мои, у меня для вас новость. Если бы вы знали, как вас нужно учить, вы бы давно уже английский знали. Но вы не тренеры по английскому, и вам только кажется, что вы знаете, как вас нужно обучать. Вы же не приходите к хирургу, когда он вам аппендицит хочет вырезать, не говорите, а сейчас я расскажу вам, как вам нужно вырезать мне аппендицит. Нет, это вам кажется, что надо сначала анестезию, надрез и вот так вот. Мне нужна только практика. Но почему-то репетиторов вы учите, вы говорите, я лучше запоминаю со слуха. Вы что, вы серьезно? Вы верите в то, что вас убедили, что вы знаете, как вас нужно учить? Ну, просто вы с хирургом не спорите, потому что если он, вы понимаете, что вы не врубаетесь, да, и как бы, ну, и ротик на замочек, да, и все. Но, ну, как бы, потому что жизнь, вы лежите на кушетке, спите. Но когда вы приходите к терапевту живой, подумаешь, температура живой же, он вам выписывает рецепт. Что вы делаете с рецептом? Правильно, половину лекарств оттуда нафиг убираете. Почему? Потому что сестра брата соседки лечила так свою дочь внукоплемянницы. И вот это лекарство, вот этой Светке с 3-го, 25-го у тетки Людки, ей не помогло. И вообще врачи прописывают только дорогие лекарства, чтобы нас всех убить. Вопрос, зачем вы вообще к ним ходите. И в итоге из всего рецепта вы вычеркиваете половину, а это не работает. Пьете только то, что сами считаете подходящим. Пьете не до конца. Я обожаю эту историю. То есть люди согласны пить антибиотики, но не допивают их до конца. Вообще огонь, да? Вот. Вот то же самое с английским. Вы приходите к репетитору. Так, мне тут все не надо. А все равно нужно только разговаривать. Вот поэтому я не репетитор и не учитель. Я тренер по английскому языку. Тренер. То есть это как в спорте. Это у меня и спорта. Да. Для меня в свое время тяжелая атлетика и пауэрлифтинг стал профессиональными направлениями. Я являюсь мастером спорта по тяжелой атлетике, по жиму лежа. И, кстати, ты так часто говоришь про... Я просто сегодня убиралась, и вот одно из удостоверений мастера спорта нашла. Их ждешь долго. Ой, у меня тут еще социальная карта. Ну, короче. Так вот. То есть не беспочвенно. И вот тренерский подход я взяла из спорта. В чем разница? Разница, что тренер. У тренера задача, чтобы у тебя был навык. Не клевая теория? Не поразить тебя? Ты на тренировку приходишь, и тренер такой... Вау! Ты такой, боже мой, тренер? Тренер умеет делать такие крутые штуки. Когда ты приходишь ко мне осваивать английский, не мой английский сделает тебя лучше. Мне говорят, а почему ты не ведешь прямые эфиры на английском? Да мне... У меня задачи такой нет. У меня нет задачи своим английским перед тобой похвастаться. Нет задачи сделать так, чтобы ты мой английский учился понимать. Ну, нет у меня такой задачи. Я тренер, который методику тебе показывает. Своим английским я в своей жизни пользуюсь. Ну, конечно, я показываю что-то, что нужно знать тебе именно в английском. Но... Ну, блин, ну не эта задача. И помни, цель должна быть только одна. Любого твоего занятия, любого твоего, я не знаю, курса, вот любого чего угодно. Ты приходишь к репетитору, у вас задача должна быть одна и общая. Знаешь, как звучит? Твой свободный английский. Твой, твой. Не репетитору бюджет и твой английский. А у вас должна быть одна и общая. Твой свободный английский. И из раза в раз, из недели в неделю, да, из месяца в месяц. И уже скоро из года в год именно в формате марафона. Тренерство у меня занимает уже 16 лет. Я с удовольствием понимаю, что вот я как выбрала для себя политику быть, а не казаться. Да, то есть я выбрала политику, и ей придерживаюсь. И это мне дарит кайф. Я знаю, что моя цель совпадает со целью моих подопечных. Я не ставлю себе задачу понравиться тебе, угодить тебе, сказать что-то. Ну, я называю эту подуть в попу. Я не ставлю такую задачу вообще. Мне все равно, как относятся ко мне, лишь бы вы знали английский. Потому что, дорогие мои, мы, конечно, ну, давайте по чесноку. Ну, нам с вами детей не крестить. Поэтому, когда мне пишут, мне вот не заходит это видео, потому что Диана часто моргает. Это реальный комментарий. Прикиньте, то есть кто-то считает, что это отзыв. Диана часто моргает. Как это влияет на твой английский, мне непонятно. Ну, мне непонятно. Или типа, когда кто-то говорит лишнее, я говорю цыц. И мы такие, я разочаровалась в вас, а хотела, между прочим, курс проходить, как мои личные границы. Ну, или знаете, когда, например, меня любят, а у вас есть муж или дети? А какой вы национальность? Ну, короче, тупые, бестактные вопросы. Я, естественно, посылаю в лес, потому что у меня нет такой задачи. А я хотела английскому у вас учиться. Фу-фу-фу. Когда вы перестанете связывать репетиторов и тренеров с вашим английским, ваш английский станет свободным. Понимаете? В общем, мне кажется, я выдала вам очень много классных идей. Сейчас я полистаю. Тирири, тирири, полистаю ваши комментарии. Украина, привет! Можно слово «засрали» не говорить, говорит Татьяна Плотникова. Заменить в русском языке слова поприличнее, пардон. Не пардон. Засрали вам мозг. Потому что если вам скажешь «не засрали мозг», а вам, ну, вы даже не предложили чем заменить, вам нет слова «заменить». Засрали вам мозг, засрали неправильными подходами к английскому. «Засрали». Эфир сохраню, конечно. Так, как записаться на марафон? По ссылке в шапке профиля или, мои хорошие, напишите мне в директ. Мне всегда в директе проще вам ответить на все вопросы. Сколько стоит, сколько длится. 33 дня 990 рублей. Вот. Ну, просто я еще поинтересуюсь у вас с вашими, с вашими всеми целями в английском точно. Так. Украина, Украина, еще раз привет! Как ассоциации яркие делать, чтобы запоминать слова и правила в английском? Никак! Хватит делать эти долбанные ассоциации. Ватман это, Бэтмен это как Ватман. Вот это вот, блин, да хватит эти ассоциации. Вы что, вы русский язык запоминали как ассоциацию? То есть вам мама в детстве говорила, «Сыночка, это табуретка. Табуретка это как стол, только не стол, а маленький стол, но на нем сидят». Вы серьезно? «Сыночка» это цветы, то есть «сыночка» это цветы, а цветы это как, так давайте, цветы, кусты, только на «с» и с другими буквами. Или типа, «Пиво» – «Пиво» – это как хлеб, но с другими четырьмя буквами. То есть вот так. Это вот, ну, кто-то засрал вам мозг методом ассоциаций, ребят, выкидывайте это из головы, это задваивает, затраивает, это реально засирает голову, просто ассоциации. А если вы захотите пять языков выучить, вы как ассоциации будете? Типа, галстук, вот по-французски, «le cravate», да, галстук. «Галстук» – это как кровать по-русски, но произносится по-другому. Вы, 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 вы серьезно, вы хотите вспоминать слово «кровать», когда думаете про слово «галстук» во французском, например? «Лифтерша, спаси меня! Завязывайте!» Всем привет! Привет, привет! Спасибо! Сколько килограмм в положении лежа? Много! Я этим не делюсь, потому что в свое время огребла много хейта, когда я была в форме, я уже пять лет не занимаюсь спортом, вышла из формы, ну и, в принципе, это другая жизнь, но когда я на своей странице это публиковала, вы знаете, я тогда еще не была готова к хейту, я наслушалась, фу, как мужик, ну это все история, мне неинтересно. Я жму жало, простите, сейчас не жму жало, больше многих мужиков. Эфир сохраню. Не знаете, почему сейчас не учат детей транскрипции? Потому что транскрипция не нужна, и слава богу, они перестали учить детей транскрипциям. Вы что, сначала выучили, как это называется, морфологический разбор в русском языке, а потом стали разговаривать? Нет! Вы сначала заговорили, потом пришли на уроки русского языка, и вас там научили, как делать морфологический разбор. Отстаньте от своих детей с этими транскрипциями. Спасибо большое, это очень приятно. Все приятно я читаю, конечно же, обязательно. Скажите, вот ребенок в третьем классе английский трудно дается, посоветуйте, сами родители учили испанский. Это круто! Круто! Хвалите ребенка почаще, ему не трудно дается, дети умнее вас, дети талантливее вас, с вашими детьми все в порядке, еще больше, им еще, смотрите, чем меньше человеку лет, тем меньше у него засран мозг. Поэтому поддерживайте его, просто вы его любите, будет ли он знать этот английский, не будет ли он его знать, говорите, что он не есть его ошибки. Дорогие мои родители, у меня есть мини-курс именно для родителей, короткие емкие, это несколько видео лекций со стратегией, какой бы язык вы не учили, даже если никакой, как ребенку показать английский, какие дать точные инструменты, чтобы не нанимать репетиторов, напишите мне в директ, Диана, расскажи про курс для родителей. Я расскажу. Это все делается вот так вот, очень легко, это просто вопрос подхода. Здравствуйте, после окончания марафона все видео и файлы будут доступны? Да, еще 10 дней они будут вам доступны. И больше, если вы берете еще со мной, то еще больше будет, еще дольше будет доступно. Просто иногда слова с чем-то ассоциируются как-то легче. Это заблуждение, вы способны осваивать слова без всего. У меня доченька во втором классе, дочке привет, она может с вами тренироваться, лично со мной нет, мне не интересный формат персональных занятий, потому что это занимает больше времени, а я чувствую необходимость большему количеству людей отдавать, но напишите мне про курс для родителей, расскажу, и можете вместе с ней пройти марафон. 990 рублей, сознание у нее перевернется. А кто вы по нации? Пишет Нина, не слушая или слушая жопой то, что я говорила, и вот потом обижается, что я их нафиг посылаю. Так, напишите мне в директ, расскажите курс про родителей. Можно ли вместе с сыном учить английский? Да, конечно. И более того, дорогие мои, если вы будете активно поддерживать своих детей, что, вот запомните, мои хорошие, что вам самое важное, первое дело нужно сделать, если ваши дети в школе учатся. Создайте им, вот в школе их критикуют. Вся школа даже очень хорошая, даже очень дорогая, даже очень частная, даже очень элитная, даже очень любая. Российская система образования направлена по любому предмету только на одно, прокритиковать, и типа через критику ты становишься лучше. Вообще, это, конечно, бред. Это часть российского менталитета. На ошибках учимся, любя. Вот эти вот, блин, пословицы и поговорки, прям вот вообще. А вот Нина накатала целый трехтомник. Почему она не слушает жопы? И вот как бы... Сейчас ждем нового, нового объяснения от Нины. Обязательно ждем, хоть что-то веселое. Так вот, вот эти все присказки, прибаутки, что без труда, не вы... А вот Лира говорит мне, а как относиться к чему спокойно? Я сама разберусь, как к чему относиться спокойно. Если мне захочется послать нахер Лира, Нину, идите гулять. А, сейчас все, пошла гулять, все, пошла красотку надевать. Все, пойдемте. Нинка сказала нам гулять. Вот, вы просто привыкли, что вам блогеры по английскому отвечают на дебильные ваши вопросы. Вопросы дебильными бывают. И вот это очень хорошо чистит пространство. Вот когда Е6, 3, 7, 9, 5, 2, 5, что такая злая? А что ты пишешь? Что, а не что? Ты сначала аватарку поставь из кустов, вот это вот, а потом разберемся. Вас нужно обязательно отбрасывать. Я вам всем всегда говорю, ребята, когда... Вера, вы просто хамка! Хамка, хамка, хамка! Я провокатор действий. Я так чищу пространство. Весь мусор всегда убирается. Дебильный... Нина, все у Нины, все, все воскресенье накрылось вообще. Я учу всегда всех. Когда вам попадаются Нины, 5, 2, 5, 3, 5, 8, 8, люди без аватаров, как в жизни причем, всегда сшлите нахер, потому что так быстрее. Да, так быстрее, потому что я здесь, ну, как бы я над ними прикалываюсь, но, конечно, я здесь не ради них. У меня это не вызывает эмоций, просто я человек харизматичный и умею подзадорить всех. Так вот, самое важное, что нужно сделать родителям, когда их дети учатся в школах российской системы образования, не проверяйте у них биологию, не проверяйте у них дома, вот это все не проверяйте, а просто, когда они домой приходят и кидают этот рюкзак в коридоре, первое, что скажите им, что вы их очень любите, что несмотря на тройки, двойки, вы их поддерживаете, что несмотря на сложности, вы справитесь, да, что несмотря на, не знаю, что у них там было на уроке, какую бы оценку им не поставили, что бы про них Мария Ивановна не сказала, потому что Мария Ивановна сама уставшая чаще всего тетя, да, и Мария Ивановна пришла в школу, не отдохнув накануне, она зачем-то брала из школы тетрадки еще домой, сидела перед телевизором, и считает, что в этом виноваты ученики, и сейчас очень многие мне напишут, наши учителя, педагоги, вот они за маленькую зарплату работают, да и ради бога, это как бы, да, вот выбор каждого, но Мария Ивановна не отфильтровала, что дети не виноваты в том, что она выбрала такую работу, и что она сидела до ночи, проверяла их в тетради, она приходит, злая климактеричная женщина, на следующий день, и кстати, не только злые климактеричные, молодые учителя, тоже начинают злиться на весь мир, и на детей это направляют, почему, по одной причине, отдыхать не умеют, они не умеют отдыхать, и как бы, ну, она, она, учительница или учитель, не умеет не вымещать свою усталость на детей, и это попадает все на детей, когда она критикует детей, когда учитель засаживает ребенка, когда говорит, что у него что не получается, когда вот это все говорит, она говорит не про ребенка, она говорит про себя, донесите до детей, и дорогие мои школьники, сейчас, если вы учитесь в пятом, в шестом, в третьем классе, в восьмом классе, если вы сейчас это смотрите, мои хорошие, учителя из нашей жизни уходят, будет обязательно в вашей жизни последний звонок, и вы, ну, у них будет своя жизнь, у вас своя жизнь, не позволяйте, чтобы они всю жизнь с вами еще рядом присутствовали, чтобы вы потом до сорока лет думали, что ее слова были правдивы, это неправда, Мария Ивановна не знает вас на самом деле, даже если она проводит с вами очень много времени, я хочу, мои дорогие родители, чтобы вы сказали своему ребенку, что вы его поддерживаете, и он может быть таким, каким он хочет быть, не потому, что Мария Ивановна сказала, и когда он тройку получает, он не становится, блин, троечником, а когда пятерку, не становится отличником, понимаете, хватит вешать ярлыки, и хватит поддерживать учителей, занимайте сторону ребенка, в его желании быть собой, да, может быть, не знающим математику на пять, но он будет счастливее, если хотя бы дома будет получать поддержку, и тогда даже на урок к Марии Ивановне он будет приходить, не слушая ее критику и бред, а беря информацию. Можно закончить школу без пятерок, а еще можно закончить школу без комплексов. И моя задача здесь, первое, это убрать те комплексы из головы взрослых, которые сейчас присутствуют в этом прямом эфире, тысячи посмотрят, 200 тысяч на странице и так далее, которыми вам уже засрали голову Марии Ивановны в детстве. Это первое. А второе, если вы еще в этой системе, если ваши дети в этой системе помочь вам, чтобы эти последствия были минимизированы. Вот в чем прикол. И вот когда вы в себе уверены, когда ребенок в себе уверен, вот это вот все, 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 вот тогда и английский сам запомнится. Вот, поэтому каждый видит свое, каждый сейчас услышит в моих словах свое. ну, у меня нет задачи, чтобы со мной все соглашались, каждый вовлекает в свое. Я буду рада, если хотя бы один человек приобретет чуть-чуть, чуть-чуть больше уверенности после нашей с вами беседы сегодня. Поэтому меньше разрешайте собой управлять. Это абсолютно к любому возрасту относится. Вот, мне пишет инстаграм, что уже заканчивается прямой эфир. Да, у меня есть марафон, здесь спрашивают. Марафон на 33 дня за 990 рублей, который полностью меняет сознание. Ну, можете представить, что у меня совершенно другой подход. Я вам, я вам, ну, не правило там объясняю, я вам просто прокачиваю мозг английским просто вот космически. Поэтому, дорогие мои, я вас приглашаю в директ задавать вопросы, записываться на марафон, спрашивать про него, спрашивать про свой уровень. Я вам всем рада, спрашивайте про курс для родителей. Я буду больше выходить в эфиры. В общем, революция происходит на этой странице. Я вас всех обнимаю. Я напоминаю вам, что ты талантливый и ты талантлив. С вами все в порядке. Вы красивые, умные, мудрые, ответственные, замечательные. Все с вами, с нами, со всеми хорошо. Я вас очень крепко обнимаю. Спасибо вам большое за ваш вклад в ваш английский, в вашу жизнь, в вашу свободу, в ваше хорошее настроение. Все, обязательно встретимся еще. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока. Счастливо.